Всех приветствую, я Доннинс и мы продолжаем проходить Род Дэд Ридэм Шэм 2. И отправляемся на охоту, вроде как с луком даже. Это будет весело. Как ты, Чарльз? Я в порядке, только вот рука. Глупая ошибка. До сих пор болит? Через день-два перестанет. Бород сейчас я не могу натянуть тетиву. Кто бы мне самому помог? Я так толком это дело не освоил. Ничего, справишься. Как думаешь, здесь есть кого пострелять, кроме Адрискалов? Здесь точно водится зверьё. Пирсон просто сам не знает, о чём говорит. Сейчас вроде распогладилось, так что они пойдут корм искать. Поехали сюда. Заберёмся повыше. Да уж, лихая пора, деньков настала. Пекство на север, потом снежная буря, поиски Джона, а ещё эта заварушка с Адрискалами. На тебя много всего взвалили. Мне жаль, что я не мог сделать больше. Да я не к тому говорю, просто есть над чем призадуматься. Я до сих пор и не понял, что произошло на том корабле. Я тоже. Да у Хавьер мне кое-что рассказал. Скверное дело, конечно. Блин, русский язык в два раза длиннее английского, реально. Погружение в атмосферу. Красота. Северный Дикий Запад. А кто это тут ехал до нас? А, он говорил, двух охотников отправлял. Тут кое-где растёт трава. Это хорошо. Поехали в эту сторону. Если увидишь какое-то движение, скажи. Окей. И ветер стих. Это хорошо. Ты у вас совсем нет ветра, плохо, но если он слишком сильный, они не сойдут с места. А теперь, не шуми. Эй, остановись на секунду. Тут что-то виднеется. Здесь был олень. Совсем недавно. Откуда ты это знаешь? А как это можно не знать? Дальше давай пешком. Лук тебе понадобится, не оставляй его на лошади. Револьвером ты всех напугаешь. Это будет весело. А я могу взять и револьвер, и лук. Прекрасно. Ну, нам нет смысла идти дальше без лука. Прыгнись. Двигайся тихо и медленно. Так, а в какую сторону он шёл? Можно узнать по снегу. Видишь следы? Вроде вижу. Или нет? Сосредоточься. Да ладно, тут тоже есть орлиный глаз. Я только говорил, что это натуральная игра. Тут нету всего этого волшебного. А нет, смотрите-ка. Всё по-старому, по-доброму. Ну ладно, ведём без этого никак. Мне же сфокусироваться на следах можно. На снегу они заметнее, но как приноровишься, может находить следы и в лесу, и в траве. Перестать выслеживать кью? А, энергия тратится? Понятно. Ага, а вот тут копытца снега мало. Не очень большие. Это оленёнок маленький. Вон. Тише. Вон там. Видишь? Конечно. Доставай лук. Так, тут надо упреждение брать. А, понятно, энергии немного. Так, энергия где вообще? Всё, вижу. Сейчас восстановится. Точно в цель. Теперь давай добудем ещё одного. Так, надо следы искать. И этого надо облутать. Освеживать. Прикольно. Ой, вода какая хорошая. Красивая водичка, да? Мне кажется, мне кажется, или я слышу шаги. А, это Чарльз. Так, всё, я облутал его? Ага. 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 Туда, да? Ага. Аж два сразу. Та ладно. Блин, накосячил. Ага. Следы-то остаются. Ха. Далеко вы, ребятки, не уйдёте. Так, мне надо перекусить, наверное, да? Энергии нет совсем. Так, ну персики пойдут. Ну, другое дело. Так, вот он, да? Неужели? Всё, больше нам не унести. Хорошо, возьми одну, я возьму вторую. А вся рука не развалится? Нет, мне бы только на плечо её взвалить. Хорошо, тогда я заберу ту. А, тут прямо тушу поднять надо. Всё серьёзно. Круто. Не видели, как менялся снег? Типа как грязь в Мадранере. Справочник даже. Белохвостый олень, самка. Самки белохвостых оленей обитают на территории разных штатов, но преимущественно в Вест, Элизабет, Нью, Ганновери и Леймани. Эти травоядные животные питаются травой, орехами, грибами, ветками и фруктами. При охоте на оленя лучше не подходить к нему слишком близко, поскольку его легко спугнуть. Самым лучшим выбором будет дальнобойное оружие, к примеру, винтовка или лук с отравленными стрелами. Шкуру оленя можно использовать для создания предметов, а мясо — употреблять пищу. Ну то есть куча всего полезного. Но такие они маленькие. А, подозвать лошадь с вистом. Подойдите к лошади сзади. Была подобная миссия в Kingdom Come Deliverance. Кому интересно, посмотрите. Серия называется «Зоофилия». Эта лошадь не отцвистывает. Ага, повышать уровень доверия надо, чтобы подзывать дальше. Понятно, как тут все прикольно сделали. Давай, родимая. И она не просто появляется, а именно подбегает. Вообще круто. Офигительная игра. Неплохо, парень. Ох, как неплохо-то. В такие моменты понимаешь, насколько серьезно они относятся к деталям. Интересно, сколько полигонов на этих какашках? Давай, не репенься, погнали. У меня все равно мало энергии. Хорошо держится туша. Я готов ехать, дело за тобой. Давай, поехали. А, он веревками привязал тушу. Так все продумано, офигеть. И очень натуральная анимация мертвого тела. Ты молодец, Артур. Этого мяса нам всем хватит на несколько дней. Нашел ты, ты их. Я знал, что ты соладарь с луком. Все гораздо проще, когда цель не стреляет в ответ. Хватит с нас перестрелок. Учитывая, как обстояли дела еще пару дней назад, может, там наконец улыбнулась удача. Мне кажется, нам нужно сосредоточить усилие на том, как убраться с этих гор поскорее. Потерпи. Люди еще не оправились. Я не видел, как замело повозки. Пока хоть немного нет таять, нам их не сдвинуть вместо. Пожалуй, ты прав. И даже если мы сможем уехать, что дальше? У нас по-прежнему идет охота. Это большая страна. Мы найдем, где затаиться. Дальше сходя и придумает план. Ты обратил внимание, Пирсен пьет, не просыхая. Самого Блэк Уотера. Мы дали повару пять минут, чтобы собрать все самое необходимое. А он не захватил с собой ни крошки еды. Хорошо, что мы подстрелили больше одного. Мы пробыли тут всего несколько дней, а у нас уже на два голодных рта больше. На один. Андрискл от нас ничего не дождется. Разве кроме той банки соленых потрохов, которая Пирсен так любезно нас угостил. У той девчонки бешеный взгляд. Еще бы. Она лишилась мужа дома. Все, что у нее было. А что нам с ней делать? Вот выберемся отсюда, встанем на ноги, тогда и подумаем. Может, у нее где-то есть родня. Кто знает, может, она сама с этим Андрисклом разделается. Ха-ха, я знаю, на кого бы я поставил в этом поединке. Он слаб, но нам это только на руку. Может, мы доберемся до них раньше, чем они до нас. Что они за люди, эти Андрисклы? Ты с ними не знаком? Последние полгода мы редко на них натыкались. Наверное, потому что они больше орудовали здесь. Да. Про них ходило много разговоров. Но... Мы уже много лет пытаемся свести с ними счеты. Это большая банда. Злобные ублюдки. Берегись. Переди медведь. Давай поищем обходной путь. Может, убьем Иони? Думаю, этот зверь очень голоден. Держись подальше. Такие бури очень плохо сказываются на животных, которые спят всю зиму. Так, ты пошел прямо? А, он уходит. Бурый мишка. Но это вроде не гризли. Сюда. Срежем путь. Ваша лошадь напугал медведь. Удерживайте джи, чтобы успокоить ее. Окей, понятно. Мы с тобой никогда раньше столько не общались. Сколько ты уже с нами? Пять-шесть месяцев? Что-то вроде того. Ты, наверное, не ожидал такого. Чего? А всего этого? Что придется бежать из Блэк Уотера? Прятаться здесь. Рано или поздно все должно было пойти наперекосяк. Так устроена жизнь. Я просто думаю, почему ты до сих пор с нами? А ты хочешь, чтобы я вас покинул? Нет. Нет, вовсе нет. Но я... Знаю, что ты сам по себе не пропадешь. Я долгое время жил сам по себе. Больше не хочу. Каждая ночь гадать, не прикончит ли тех кто-нибудь во сне. Я сейчас почти каждую ночь гадаю. Я думаю, тебе бояться нечего. Меня это устраивает. Да, я могу податься куда-нибудь другую банду. Но дач... Ты понимаешь? Дач особенный. О, да. Еще какой. Он обходится со мной честно. Как и большинство из вас. Для сына негра, индианки. Такое в диковинку. Ну... Сейчас мы в тебе нуждаемся. Особенно. Хорошо. А сколько ты уже сам считаешься с этими ребятами? Почему ты до сих пор не сбежал? Я-то... Лет 20 или около того. Слизмальства. 20 лет! Да. Он научил меня читать. И Джона тоже. Он меня многому научил. Он и Хозия. Верю. И обязанному жизнью. Многие из нас ему обязаны. Поэтому мы должны сейчас его поддержать. Он нас никогда не подводил. Как тебе новая лошадь? Хорошо. Пока что сгодится. Спасибо, что разрешил мне тогда взять тайму. Она сильная. Лошадям тоже пришлось тяжело. Как и всем нам. Я не представляю, что дач будет делать, если что-то случится с графом. Да, тоже можешь сказать про Белла со смуглым Джеком. Он пьяница. И вообще мерзкий тип. Но своего коня он обожает. Я надеюсь, все они выживут. Я попробовал прокатиться на графе. Он меня скинул быстрее, чем бык. Только дача к себе и подпускает. А, это Белый жеребец тот. Красавец. Посмотрите, снегом все покрылось. Красота. Какие эффекты, да? Какие диалоги. Пойду приезжу тайму вон там. Ребятки, мы вам привезли поесть. И опять буря. Что за погода? Ладно, давай, отнесем это Пирсона. Да, и спасибо за то, что научил меня, как правильно пользоваться луком. Я лишь показал тебе основы. Чтобы достичь совершенства, потребуется целая жизнь. Давай, пойдем. Ну что ж, пойдем к Пирсону. Бедная лошадь снаружи в такую погоду. Так, так, так. Ну что, доволен? Бросай это здесь. Какой сюрприз. Я застукал на кухне нашу всеми любимую крысу. Разве можешь так приветствовать старого друга? Мне кажется, мы уже много дней не разговаривали. Я изо всех сил стараюсь держаться от тебя подальше. На самом деле он меня любит. Просто показывает свое расположение, как умеет. Вовсе нет. А теперь сгей. Увидимся, джентльмены. Я вижу, вы отлично потрудились. Чарльз просто мастер. Выпейте, парни. Вы это заслужили. Боже, что это? Флотский ром, сэр. Только он. Только он. Помогает сохранить рассудок. Эй, похоже, вы приняли хорошую порцию. Сходи, полежи, Чарльз. Побереги руку. Через пару дней я буду здоров. Вы поможете мне с освежеванием, мистер Морган? Двоем это будет гораздо проще. И кого я должен освежевать? Вас? Вам не надоело шутить? Помоги мне. От человека с обожженной рукой тут толка мало. Увидимся. Освежу и сам того, которого ты принес. Ну давай. Ей, рот прямо открылся. Видели, в оленя? О, как все подробно. Нифига себе. Круто. Не так еще плохо, мистер Морган. Да, вас частенько называли мясником. Знаете, вы можете обвинять это или продать в любом городе. Если, конечно, вас интересует законный заработок. Сейчас я просто хочу выбраться с этих гор живым. Что ж, если поймаете что-нибудь еще, несите мне. Ну, конечно. Спасибо, мистер Морган. Черт, первый достойный охот Артура Моргана за столько лет. Да, но мы же теперь бегаем. Каждый делает свое дело ради общего выживания. Приготовьте хорошую рагу. Пусть люди поедят. Им крепко досталось за эти дни. Несколько дней спустя. Эти несколько дней были трудными, но... Додж не был бы дачем, если бы не занимался составлением планов, и... Додж не был бы дачем, если бы эти планы не включали в себя ограбление мечты. Кто, черт возьми, этот левит Корнвулл? Я думал, вы отпускаете ему грехи перед смертью. Оказывается, решили познакомить его с другой своей страстью. Я бы попросил вас выказывать мне уважение, мистер Морган. Простите сколько угодно, пастор. Ну что, не охочурился? Я перед тобой в долгу. И ты мне заплатишь. Но потом. Сейчас отдыхай. Артур. Я думал, пора заняться поездом. Хочешь, чтобы я пошел с вами? Конечно, хочу, но... Посмотри на себя. Я всегда был не очень красив, дач. Это просто царапина. Лежи спокойно, парень. Здравствуй, Эбигейл. Дач? Джеки. Мальчик хотел тебя увидеть, Джон. Ну вот, увидел. То, что от меня осталось. А ты... Я, видимо, надеялась, что вижу покойника. Подожди, ты их еще много увидишь. Мерзкий ты человек, Джон Марсон. Он идиот, Эбигейл. Мы все это знаем. Итак, поезд. Билл, выдвигайся вперед и установи заряд. Водонапорная башня перед самым тоннелем. Хорошо, будет сделано. Зачем нам это? Погода налаживается, мы можем уехать. Мы же вроде хотели залечь на дно. Да, давай. Чего ты от меня добиваешься, Хозия? Я просто не хочу, чтобы кто-то еще умер, Дач. Мы живы, Хозия. Мы живы. Взгляни на меня. Мы живы. Даже ты. Но нам нужны деньги. Все, что у нас было, осталось в Блэквотере. Ты хочешь туда вернуться? Нет. Послушай, Дач, я не пытаюсь тебя перечить. Мне просто... Кажется, что надо следовать плану. А план был залечь на дно, а потом отправиться на запад. Теперь мы вдруг решили ограбить поезд. А какой у нас выбор? С левитом Корнвулл, шутки плохи, Дач. Это... Что такое леет Корнвулл? Он железнодорожный магнат. Торгует сахаром. Нефтяник. Прямо рад за него. Ну что ж, тогда от него не убудет. Тач! Джентльмены! Пришла пора нам показать, чего мы стоим. Седлайте лошадей! Пора грабить наш поезд! Ладно, выдвигаемся! Следуйте за мной! Ха, какой счастливый! Мастер-охотник? Первый уровень! Хе-хе! Неплохо! Итак, джентльмены, слушайте внимательно. Согласно сведениям, которые нам так любезно предоставили ребята от Рискала, поезд поедет на север из Большой долины. Мы нападем на него после того, как он пересечет границу и достигнет Гризли. Там есть возвышенность, откуда открывается хороший обзор. Чарльз, ты будешь следить, не появится ли подкрепление. Как там твоя рука, кстати? Я справлюсь. Хорошо. Я разберусь с машинистом и инженером. Лени и Хавьер, возьмите на себя передние вагоны и разберитесь с охраной. Артур и Мика, вы двигаетесь сразу в хвост состава. Там то, за чем мы охотимся. Частный вагон мистера Корнвуэлла. Ты и я, Морган. Прекрасно. Ты что-то имеешь против? Нет, если ты будешь держать себя в руках. Ты лучше за себя побеспокойся. Хватит. После того, как Билл взорвет пути, действовать надо будет быстро. Всем ясно, что надо делать? Да? Предельно чисто. Да, босс. Хорошо, тогда вперед. Погнали. Да. Погнали. КОНЕЦ Наконец-то мы выбрались из сугробов. Приятно, правда? Но этим надо заняться быстро, прежде чем нас кто-нибудь здесь найдет. Посмотрите на себя. Вот что я называю командой. Мико Белл, Чарльз Смит, Артур Морган, Хавьер Эскуэлла. Ну и наши юные Лени. Он всегда первый в седле. Я просто рад, что мы снова занимаемся делом, Дач. Ты точно готов, парень? Конечно, я готов. Просто сохраняй спокойствие и будь начеку. Это вас всех касается. Ошибок больше быть не должно. Ладно, а после этого мы вернемся в Blackwater за деньгами? Сколько раз ты будешь задавать один и тот же вопрос, Мико? Такую кучу денег нельзя оставлять без пересмотра. Сейчас вернуться туда было бы безумием. Там наверняка полным полом пинкертонов. Вернемся туда, когда я посчитаю нужным. И хватит об этом. Деньги в надежном месте. Просто доверьтесь мне. Если от Рискалы правы, этот поезд везет пачку железнодорожных облигаций. Это большие деньги. Надо только придумать, как их обналичить. А теперь заткнитесь и сосредоточьтесь на деле. Вперед! Вон вот и напорная башня. Остановимся здесь. Билл там? Да. Можешь проведать его? Посмотрим, как у него дела. Хорошо. Знаете, как дела у Билла? Они хотят... Повалить ее, да? Неплохая идея. Мне нравится. Ну вот его лошадь. Как успехи? Да. Все нормально. Уверен? Конечно. Не нужна помощь? Ну давай. Иди туда. Снай детонатор у тех камней. Ладно. Теперь размотай провод и подсоедини его к детонатору. Так. Он просто рельсы подорвет, да? Действительно, это еще проще. Так. Прикрепите провод к детонатору. А это же не управляй. Он сам идет. Как все-таки геймпэды упрощают игру? Вообще. Почти ничего не дают делать. Все автоматизировано. Скоро просто фильмы будут смотреть на консолях и все. Все к этому уйдет. Вот так. Хорошо. Этого должно хватить. Возвращайся к ребятам. Дальше я сам справлюсь. Славное местечко для засады. Наконец-таки не снега. Слушайте, а на расстоянии деревья размывается так? Офигеть. Вот, посмотрите. Экономия ресурсов. Ну ладно, поехали. Поезд здесь будет с минуты на минуту. А вот и Артур. Ну наконец-то. Я уже сгораю от нетерпения. Будьте наготовее. Действуйте строго по плану. Ошибок быть не должно. Слушайте, даже лошадь сама поворачивала. Неужели на геймпэде настолько неудобно играть, что приходится все автоматизировать? Какая гадость. Ну что там? Он говорит, все в порядке. Скоро узнаем. Надо свое место занять. Это у нас уже тут шесть ребят. И там один семь. У вас все в порядке? Людя! Поезд здесь будет с минуты на минуту. Закройте лица. Маску одеть, да? А, два оружия на спине. Ты смотри. Зимние перчатки одеты. Ты смотри-ка. Зимние перчатки. Джентльмены. Время настало. Удачи всем вам. Вы все знаете, что делать. красивый паровоз позолоченный ну чтож зараза чёрт нет что вража это шутка что ли где-то откопал этого кретина ты же сказал что все в порядке вот теперь это моя вина ты просто жалок ты это понимаешь блин как так апрот же артур тянул как бы теперь на него это не повесили не но вообще по реакции билла не было похоже что он подставляет кого-то просто накосячил прыгаем хавьер сосынок потяни меня помогите боже какие вы лохи держу перестань орать ну а чего я теперь пойдем притормозим эту штуку где хавьер он упал ребят его подберут здравствуйте мистер зараза были на ну как так это было прикольно кто-то хорош после выстрела надо не забывать еще раз нажимать выстрел чтобы перезаряжать особая специфика тут неплохая охрана должен вам заметить ты давать что такое он не целится надо снимать оружие понятно я не ранен нет что там делал билл у нее было достаточно времени чтобы устоять заряд но провод подсоединял я но не будем об этом надо торопиться мы должны остановить поезд этим занимаемся а выстрел нажать ладно зря лутаю надо потом это делать как ты парень я в порядке торопиться мы должны остановить поезд зараза молодец сам справишься я не могу отсюда прицелиться справиться устраните машиниста честного доброго человека убили с блокировочкой торможения подпортили резину черт тут еще охранники выходит из вагона надеюсь нас ждет целая куча денег эти ублюдки наверняка что-то охраняют нам нужен последний вагон да да продолжай наступать осторожно наверху стрелки зараза ты делал вроде да хорошо черт и целая армия охранников кто он такой держишься молодцом парень куда все столицы попастились не знаю вот черт смотри вон еще из последнего вагона выходят мы справимся я знаю а вот и остальные а этот ли не очень толковый парень далеко пойдет если не застрелится хорош на поезде остались еще охранники давайте ребята разделайтесь с ними неплохо стреляешь парень теперь я вижу почему адрискала привели сюда столько людей артур иди сюда ну что работа выполнена можно лутать что ты делаешь и сюда лутаю блин бручальное кольцо нашел нифига себе это такой милый знак свыше что пора жениться убиваешь человека и находишь у него бручальное кольцо так ну ладно более менее облутал там тут еще остались у вас все хорошо возьмем деньги и скроемся тут несколько парней закрылись в последнем вагоне черт что вы там ребятки задумали послушайте меня мы не хотим вас убивать с нас уже достаточно даю мое слово но если придется мы это сделаем я работаю на левита корнула ребята подумайте головой у нас приказ ладно сами напросились пять четыре три два один наши друзья кажется оглохли давайте их расшевелим это бронированный вагон им пофиг мы не выйдем вам сюда не пробраться хватит мистер Уильямса выдайте мистеру Моргану и мистеру Смиту взрывчатку ребята идите взорвите эту дверь надеюсь в этот раз динамит сработает нам то без разницы а вот вам парни я бы посоветовал отойти подальше это должно хватить поджигай фитиль давай лучше отойти подальше если вам жить не надоело ну что ну давайте выходите все отсюда мы не хотим вас убивать а просто грабить вашего босса полизай туда обыщи поезд это дело я люблю Мико первая а вообще первый заходит тот кто первый был в бою вы гляньте только да это же просто дворец теперь меня ничем не удивишь вы его и занимаетесь сейфом я тогда беру все остальное о да будет проще простого так и будешь стоять парень налей ко мне бренди а то в горле пересохло заткнись это мы с Артуром все сделали да парень молодец а вот ты что-то не спешил запрыгнуть на поезд он целеустремленный признаю письмо Левитту Корнволлу от Лейланд Оил Девелопмент Компани уважаемый мистер Корнволл мы до сих пор не получили плату в размере 2000 долларов за первоначальную разведку амбарина о резервации Вапита как оговорено в контракте между Корнволл Керосин и Тар и Лейланд Оил Девелопмент Компани от 9 ноября 1898 года после получения средств мы приступим к второму и третьему этапу проекта и в течение месяца предоставим вам подробный отчет о результатах с уважением Джеймс Кричли главный бухгалтер Лейланд Оил Девелопмент Компани то есть 2000 долларов это очень большие деньги для тех времен ну сигару взять не хочет так ну а на этом серия заканчивается всем кто смотрел благодарствую до встречи у меня Cola Продолжение следует...